Добрый вечер! Это вопрос дня в студии. Для вас работают Лидия Салкутсан и Никита Кондратов. Говорить сегодня будем о журналистике, ее настоящее и будущее. Сегодня спрашиваете Располь, а говорит Москва. У нас в гостях российский журналист, генеральный директор радиостанции Говорит Москва, Владимир Константинович Мамонтов. Здравствуйте! Здравствуйте, Владимир Константинович. Ну давайте, не теряя времени, первый вопрос. Кто такой супер журналист и как им стать? Кто такой супер журналист? Вы знаете, это абсолютно нормальный живой человек, желательно глуповатый, потому что профессиональный дилетант, сохраняющий юношу или девушку в себе до седых волос, интересующийся всем, задающий любые вопросы, любознательный, полный интерес к жизни. Вот и все. Самое главное, интерес к жизни должен быть у журналиста. Все остальное он может добрать. А, еще одно обстоятельство, я чуть не забыл. Не верить в то, что ты супер журналист. До смерти не верить в это. Потому что как только ты поверишь, сам вот ни в коем случае не зажигать. Редактор обычно об этом напоминает. Это правда. У меня более корыстный вопрос. Вот сегодня в современных реалиях в журналистике можно заработать? Можно, но это, если вы хотите заработать, если бы ваша цель заработать, у молодых и не только у молодых людей, есть такая цель заработать. Я бы сказал, ребят, тогда в журналистику не ходите. Туда ходят, сюда ходят не зарабатывать. Ну, это образ жизни, если ты готов к этому. И журналист-миллионер, миллиардер у меня будет вызывать всегда такое осторожное чувство. Где ты, собственно говоря, заработал-то? Как тебе это удалось, дорогой мой? Что ты такого делал? Ну, с другой стороны, и сытый журналист, это тоже в какой-то степени где-то, может быть, и ленивый журналист. Правильно говоря, журналисты должны кормить ноги. Или уже это аксиома немножечко потеряла свой. Нет, нет, там есть масса пословиц, много народных мнений, там, про ноги и так далее. В переносном смысле все равно это будет голова, скорее, у журналиста. Он должен следить за новыми технологическими веяниями, не отставать. Вот сейчас пожилой контингент, пожилые люди, пожилые коллеги мои, они очень страдают иногда от того, что они вот не находят себе признания, ну, и денежек мало зарабатывают. Ну, что, грех от этого, они это говорят. И причем, при том, сложности у нас есть объективные в профессии. Но! При этом я им говорю, пришли мне, слушай, он говорит, я бы хотел тебе там письмо послать. Я говорю, ну, пришли, а что, какие проблемы? Я в Тирасполе, сейчас, да я не дружу с компьютером, говорит он. Слушайте, ну, ребята, так нельзя. Это, конечно, крайняя точка. Но есть и такие. Значит, если в журналистике отставать нельзя. В журналистике, да, надо быть всегда молодым, задрав штаны куда-то бежать. Значит, знать, что такое блогер, почему он нужен. И не и не ставить такую позу. Социальные сети, это не мое, это зло. Это зло, еще хуже того. Да, да, вот ни в коем случае. Тем более, что социальные сети, это такой источник информации. Гранитный, отольют тебя в граните, отстанешь и так далее. И денег не заработаешь. И известность твоя исчезнет. И тут надо, в общем, в этом смысле ноги, да. Ноги, голова, и все остальное. В Тирасполе вы приехали с просветительской целью. Спасибо, скажем, Россотрудничеству, а также Международному информационному агентству «Спутник». На днях вы провели лекцию о журналистике, о ее будущем и о реалиях. Сегодня так получается, что институт журналистики не пеняет только ленивый. Говорят, что журналист себя дискредитировали, нет объективных репортажей, а сплошная пропаганда. Вот вы с этим согласны? Нет, абсолютно, абсолютно не согласен. Понимаете, да, есть пропагандистский элемент в нашей профессии. Когда люди к нам идут в журналистику с открытыми абсолютно глазами, они понимают, что в какой-то момент возникнет элемент пропаганды. Слушайте, что бы вы ни написали, это все равно пропаганда того, чего вы пишете. Или вы же искренне этого хотите, вы же высказываете свою точку зрения. Вообще российская традиция журналистики, она всегда с элементом публицистики. Что с ней не делают, как ее не заталкивают в объективную, якобы объективную западную традицию, вылезает все равно Белинский. Значит, и еще кого мы там проходили в школе, надеюсь, не позабыли. Взять, нам надо свою точку зрения туда всунуть, высказать и так далее. Но при этом еще в Советском университете Дальневосточном государственном, преподавая мне партийно-советскую печать, партийно-советский декан факультета журналистики, вбивал мне в голову, что должны быть несколько мнений у тебя в заметке. Ты должен выслушать разных людей, ты должен посмотреть на явления с той или иной стороны. Сейчас пугают друг друга, Советский Союз, как у того, такое страшное. Вот так учили в Советском Союзе. Ну да, в этом был элемент формализма там и так далее, все равно партия рулила, ну и так далее. Это все так. Хотя, если смотреть даже западные СМИ сейчас, в том числе вот американские, там очень часто ведущие журналисты выступают с субъективным мнением, прям навязывание в некоторой степени видео. Вы знаете, ну ладно, еще там, допустим, это колонка, там мнение, комментарии журналисту, он и обязан, наверное, выступать с каким-то субъективным мнением. Но дело хуже. Полевая журналистика, которая, по идее, должна была бы, если верить их учебникам, по которым мы тоже долго сверялись, она, полевая эта журналистика должна нам факты предоставлять хотя бы. Ну, коротко, может быть, где-то связывая и осмысляя, но рисовать картину, ну подлинную, хоть сколько-нибудь подлинную картину мира, да. Мы же этого не видим сейчас. Картина мира-то рисуется очень часто из каких-то мнений, из вранья, из фейков, из фальшака какого-то и так далее. И бедный читатель, он довольно, или зритель, он подчас дезориентирован просто. Свобода слова. Есть ли она в современной журналистике? Что такое свобода слова? Вот у вас есть некое мнение, да? Вы живете в России, в Москве или, не знаю, в Тамбове, у вас есть какое-то собственное мнение. Если вы так пройдетесь по средствам массовой информации, которые имеются в России, вы точно найдете средства массовой информации, которая с удовольствием напечатает это мнение ваше. Почти уверен. Если это мнение не противозаконное. Ну, там, есть у нас по закону раз, два, три, четыре, пять пунктов, по которым мы, ни одно средство массовой информации печатать не должно. По закону о печати и по всяким там подзаконным актам. Если вы хотите, вы придете на первый канал или на какой-то иной канал, да, со своей точки зрения, и вас туда не пустят по тем или иным причинам, это называется редакционная политика. Вы можете сколько угодно кричать, что свобода слова нет, это не так. В этом смысле вы идете, вы садитесь, вы дружите с компьютером, открываете свой блог и пишете все, что угодно, кроме противозаконного. Как можно сегодня запретить свободу слова? Продолжая тему свобода слова, накануне американский журнал Time назвал человека год 2018. В этом году ее получили журналисты, которые пострадали из-за своей профессиональной деятельности. В списке есть и российская журналистка, заместитель главного редактора радиостанции «Эхо» Татьяна Феллигенгауэр. Это что получается? Говорить правду в СМИ сейчас опасно? Или как вы оценили вот эту номинацию? Давайте про каждого отдельно. Значит, а там каждый из этих людей в какой-то мере журналист, многие из этих людей в какой-то мере журналисты, в какой-то мере политические те или иные фигуры и так далее. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. И у каждого история, как они несчастные пострадали, у каждого своя. И в этом смысле, что профессия опасная, давайте поддержим журналистов, у которых того, гляди, как у Феллигенгауэр, заскочит какой-нибудь сумасшедший, и тебя бритвой полоснет, да, или чем там. Или ты от безденежья, как Бабченко, потащишься зарабатывать на Украину, и тебе скажут, давай, мы тебе сделаем вид, что тебя убили. И как он пишет сам, никто его за язык не тянул, я тем более. И тогда они сказали, ну что, ложись лицом в свиную кровь. Ну, ложись. Ну, что сделаешь? Или там история о несчастном, которого забили, запытали в Турции, в посольстве. Это еще одна история. Про него говорят, а может он какой-то, может, все-таки не столько журналист, сколько отдающий себе отчет своей политической направленности, деятельности человека. И вот он говорит, а может он с кем-то связан со спецслужб, а может быть он с кем-то еще связан. А может быть, может быть. Ну, не важно. Если за этим ничего не стоит, просто желание поддержать журналистов, как людей опасной профессии, ну, хорошо. Пусть вы расцените как политику, либо это все-таки, что показать, что это существует. Как политику, да. Но поскольку набор у них все-таки разнообразный, то это свидетельствует о том, что там в журнале в этом работают профессиональные люди, и так просто их за хвост не ухватишь. Если бы не дали одному Бабченко, было бы ясно. Это политиканство, в чистом беде. Это выглядит, по крайней мере, более объективно. Это выглядит объективным. И если я внутри с этим не согласен, почему-то мне придется подумать и сформулировать аргументы. Почему я с этим не согласен? Понимаете, это вот очень важный момент. В этом есть элемент пропагандистский, ну, несомненно. Но есть элемент правильный профессионального подхода к решению той проблемы, которая у тебя или в редакционной политике существует. Ну, есть. Сегодня журналистам опасно быть, на ваш взгляд? Ну, всегда было, и сейчас опасно. И не более, чем любая другая профессия. Часть вашей лекции была посвящена информационной войне. Одна из глобальных проблем – фейк-ньюс. То, о чем мы ранее говорили, как раз-таки. Бабченко, журналист, который создает фейковые новости, создал про себя. Скажем, получил некоторые пиары, деньги заработал. Ну, и примеров, на самом деле, очень много. В социальных сетях все за тем, что он хайпом, за лайками, придумал разные заголовки. Вот именно, вот это спрашивали, как заработать. Ну, что скрывать-то? Вот эти ребята, которые, они зарабатывают на имиджи, что они крутые и независимые. Мы же знаем, на самом деле, сколько стоит весь расклад по топовым блогерам. Сколько стоит занести туда, значит, нужную тебе информацию, и сколько он с тебя сдерет. Ну, что, ну, не все так себя ведут, к счастью. Ну, многие-то так. Прошу прощения, это так. Да, это так. А вот как отличить, где ложь, а где правда? Раньше в газетах было такое бюро проверки. Сидели тетушки, обычно энциклопедически образованные, обложенные словарями. И наши все, писанину все нашу проверяли на предмет соответствия. Мы пишем Наполеон, а это был не Наполеон, а Наполеон третий, там, условно говоря, да? Они это поправляли, бюро проверки. Сейчас по многим позициям, по деньгам и по всему остальному, часто такое бюро нет. Что делать несчастному читателю, и слушателю, и зрителю? Ну, и заводить какое-то свое собственное бюро проверки. Нельзя, может быть, нельзя, нельзя все время доверять как-то бабушке тому, что написали в газете, к сожалению. Мир очень сильно изменился, вал информации очень крутой был. Многие источники информации открыты, можно сравнивать. Многие источники информации открыты, да, ходите туда-сюда, приводите какие-то, значит, думайте, смотрите, проверьтесь там, проверьтесь здесь. Наконец, отберите себе собственное, чтобы будущее журналистики. Все говорят о том, что будущее журналистики – это средство массовой информации, которое ты для себя выбираешь сам. Ты себе формируешь как бы такой плейлист, да? Вот про новости мне расскажет этот, про, значит, комментарий я послушаю Соколова, условно говоря, Максима по старинке, который, значит, солидно и с тонким юмором, значит, это, все это, значит, мне мне расскажет. Посмеяться, посмеюсь я включу в конце место встречи, и Норкин расскажет мне какой-нибудь хороший еврейский анекдот, значит, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот так я себе построю свое средство массовой информации из людей, которым я доверяю. Выход? Выход. Еще меня спрашивали, говорит, а как еще отличить там, какие, где надо, где надо насторожиться? Я думаю, вот, когда люди с серьезным видом очень начинают что-то говорить, с какой-то бешеной уверенностью, и вам что-то такое доказывают, да, вот надо очень насторожиться. Правда не бывает, не бывает односторонней, правда не бывает такой, чтобы ее нужно было тебе вбивать в голову, она сама входит обычно. Она так устроена, что ты, если ты еще, тебе совсем голову не заморочили, да, то ты, ты ощущаешь это многообразие, многосторонность, и ты веришь этому. Когда тебе подлинную историю рассказывают, ты там выхватываешь из нее какие-то кусочки, которые подчас могут даже противоречить как бы одно другому, но так и в жизни. И тогда ты чувствуешь, это правда. А когда тебя, значит, вбивают схему какую-то, вот если сильно похоже на схему, сильно похоже на схему, которую тебе уже однажды говорили, а ты уже однажды попался, скорее всего надо напрячься, скорее всего надо идти и проверять, другого выхода нет. Ну, плюс ответственность перед журналистами, чтобы все под своей подписью все писали, прекращали эту анонимность безответственную, псевдонимы и все это такое. Это как раз проще всего. Ну, сейчас в мире медиа очень жесткая конкуренция идет, и на первый план у многих выходят рейтинги, заработки и так далее. Вот, к сожалению, объективность журналистка, она отходит на второй план. И что делать? Вот что делать? А вот и общество это же смотрит, там котиков, потому что котики набирают рейтинги или так далее. И редакторы тоже этим где-то руководствуются. Лучше взять новость, которую посмотрели и так далее. Вот сейчас в обществе есть вот потребность в объективной журналистике? Вы знаете, она всегда была, есть, но она не всегда, она никогда не была и не будет никогда доминирующей. На самом деле, Пушкин все написал. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Он написал еще гигантских, кучу еще гигантских, совершенно потрясающих фраз. Но в этой все. Слушайте, нужно нам это правда. Иной раз подумаешь, она нам нужна, да? Да обманите меня, я пошел дальше. И буду крепче спать. Буду крепче спать, да. У меня будет хорошее настроение, я обещаю пнуть кошку, я поглажу ее и так далее. Понимаете, вот в этом есть. И, конечно, в этом огромные манипуляционные возможности для тех, кто желает манипулировать людьми. Но так было всегда. Просто раньше эта машина работала медленно. Но только технологические изменения сегодня таковы, что так уже невозможно. Да, и быть уже не может. И надо с этим как-то жить, работать и этому соответствовать. Один молодой журналист очень точно сформулировал. Он не Пушкин, конечно, но уже близко. Это уже интересно, кто сливает. Пушкин, я не буду говорить, он сказал очень четкую фразу. В наше время ложь уже бежит, а правда только шнурки завязывает. Вот с этим, вот эта ситуация действительно реально опасная. Значит, правда должна бегать быстро. Правда должна быть технологически... А какие подать ускорение? Новые технологии должны... Люди, которые занимаются, скажем так, уверены в том, что правда должна победить, а они должны быть технологически оснащены ничуть не хуже тех, кто весело несет нам безответственную... Безответственная всякое вранье или полувранье и так далее. И весело, а то еще и глумится над нами. Есть же такой жанр в интернете прекрасный. Молодые, чудесные люди. Значит, пишут всякую чепуху, а потом смотрят как серьезные дядьки, начиная там от простых читателей до прокуратуры, значит, выяснять, что это такое вообще было, как это сотряслось и случилось. Ну да, там есть. Весело им при этом, они просто потешаются над этой ржавой, такой сложной машиной, которая перед ними раскрывает вот эту всю нутро свое, все эти шестеренки свои дурацкие. Ну да, такие представляю очень много. А когда серьезные дядьки сидят и изучают, а когда другие СМИ начинают перепечатывать это и транслировать дальше, и пускать, опять же, фейковые новости. Кто-то смеется, а кто-то верится, боится. Конечно, все равно они выпустят эту новость у себя в этом маленьком виртуальном мирке и ждут, кто подхватит. Владимир Константинович, а вот через 10 лет правда начнет бегать быстрее лжи? И какой будет журналистика в 2029-м? Если сказать по правде, по правде, которая еще шнурует только ботинок, я затрудняюсь это сказать. Дело в том, что, конечно, будет бег быстрее, потому что аналитика нужна, например, нужна быстрая аналитика, и надо научиться делать это быстрее. Будет бегать быстрее, но все равно выдумка и ложь будут стараться опередить. Это такой, в общем, ахиллес и черепаха. Мы подошли к главному вопросу дня, по правилам нашей передачи 30 секунд на ответ, вот часики, скажем так, по ним можно определяться. Ужас какой-то, у меня давление, я старый человек, у меня давление 120-м. Все, все, вот хорошо. Кешка у нас есть. Давайте, валидол. Итак, сначала вопрос. Когда журналистика вернет себе статус четвертой власти? Ваши 30 секунд. 30 секунд никогда не вернет, у нее никакой четвертой власти такого статуса никогда не было. Это выдумки все. Журналистика должна ковать, рассказывать, сообщать факты, по возможности толковать их, ошибаться вместе с читателями, любить читателя, тащиться вместе с ним по жизни, по всем пригоркам и, значит, всем остальным. А я еще, еще кучу, все, я уже все сказал. Мы не власть. Мы обслуживающий персонал, но обслуживающий очень творческий. Должны быть яркими. Все-таки обслуживающий персонал. Конечно, в известном смысле, да. Ну, как актеры, как писатели, как я не знаю, как кто хотите. Обслуживающего персонала у народа много, не надо этого стесняться. И мы должны делать этот дел хорошо. Давайте помощники народа. Помощники, добровольные причины, волонтеры. Да, вряд ли. Владимир Константинович, спасибо вам. Спасибо вам за интересные, прекрасные вопросы. Мне было интересно. А вам спасибо за интересные и прекрасные ответы. Напомним, у нас в гостях был генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», Владимир Мамонтов. Ну, а мы, Никита Кондратов и Лидия Солкутсан, говорим вам до свидания. Не переключайтесь, хотя и оставайтесь на Первом Приднестровском. И только хороших вам новостей.